Маша и Медведь Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Позвали как-то подружки Машеньку в лес по грибы. Отпустили внучку бабушка с дедушкой в лес. Иди, только смотри от подружек не отставай, не то заблудишься, сказали они Машеньке. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула она дверь, дверь ей открылась. Вошла Машенька в избушку. Села у окна на лавочку. Села и думает, кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. Ага, говорит, теперь не отпущу тебя. Медведь, будешь у меня жить, будешь печку топить, кашу варить, меня кашей кормить. Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю, и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему, Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу. Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой короб и говорит медведю, вот смотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб. Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражке спускается, на пригорке поднимается, шел, шел, устал и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба, высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Вишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Пришел в деревню, нашел дом Машенькин, а навстречу ему бабушка с дедушкой. Я вам от Машеньки гостинцев принес, говорит медведь. А собаки почуяли медведя и бросились на него, со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб и пустился в лес без оглядки. Подошли дедушка с бабушкой к коробу, открыли крышку, а там Машенька, то-то было радости. Конец.